Практическая психология Абсолютно. То есть, так скажем, мама у нас как-то выходит на первый план больше, мамы, бабушки, да, папу как-то задвигают, да, и этому есть, конечно, безусловно, объективные причины, были, да, когда-то, это и война, и, наверное, репрессии какие-то, да, и когда маме приходилось бабушке выживать и брать на себя роль. Сейчас мы как-то так уже идём, наверное, по такой схеме привычки, да, определённой, да, сформировавшейся и передаём её даже бессознательно, да, даже когда полная семья, папа присутствует, но он так номинально присутствует, как скажем так, да, фактически он может исключаться из системы воспитания, да, и как-то задвигаться, и ему приходится справляться с этим, да, психологическим каким-то способом, физическим. То есть кто-то уходит в работу, да, трудоголизм так называемый, и это суд суммам поощряется, да, у нас. Да, если что, папа где? Папа на работе, да, и вроде бы как у нас принято, что папа добытчик, папа должен зарабатывать деньги, вот, и, ну, это ещё так, со времён, да, пещерного человека, когда мамонтов мы добывали, вот, времена по-прежнему как-то так, но они уже изменились, да, мы по-прежнему продолжаем жить вот в каких-то этих стереотипах, да, вот. Вот, есть другой уход, например, папы, да, в алкогольную зависимость, наркотическую зависимость, да, или как там, 3Т, тапочки, так-то, там, телевизор, вот, это уже социум как раз не поощряется, да, и папа обесценивается в этот момент, а он таким образом тут вот как раз-таки надо разобраться, что же происходит, да, и где-то даже к маме вопросы могут возникнуть, что же такое, каким образом происходит вот это обесценивание. А вот, а между тем, это такая ключевая фигура, и если, может быть, в первое время папа не так актуален, да, для ребёнка, не так важен, ну, он важен, безусловно, но имеется в виду, что всё равно первое такое базовое доверие миру, да, какая-то вот любовь, то, что я есть, я ценен, я нужен, это как-то раз мама даёт, да, через маму передаётся. Ну, и то, если, например, грамотно, правильно, да, эту маму в этот период сопровождает мудрый, да, папа. Потому что ведь в этот момент очень важно создать те комфортные условия, чтобы она чувствовала себя в безопасности и ощущала себя вот полностью такой расслабленной, и сама, которая доверяет, да, этому миру, и потому что очень важно, например, видеть, вижу, например, да, когда работаю с темой сексуального насилия, очень много именно травматики, ну, практически 100% это идёт внутриутробная травматика, да, когда мама, например, хотела сделать даже аборт там или что-то ещё, то есть это опять же кто в этот момент находился с ней рядом, да, и оказал ей, да, оказал ей он эту поддержку и вот это ощущение безопасности. Хорошо. Вот что скрывать, да, у нас института отцовства как такового нет. Если хотя бы мамы, бабушки там, да, они рассказывают о том девочкам, когда девочки там, да, растут, что какой твой функционал, что ты должна уметь делать, что ты потом в будущем будешь, там, например, женой, потом станешь мамой, что это всё, ну, как бы, это как часть, да, часть... Жизненного, да, воспитательного процесса, да. То с мальчиками мы чаще всего не об этом говорим. Мы говорим о том, что надо строить карьеру, надо учиться, надо что-то вот прямо вот такое, и как бы там вот как по остаточному принципу, ну, конечно, ты потом станешь папой, и надо будет не забыть ещё поиграть со своими детьми. Да. Вот в какой момент мы пока ещё не нашли с тобой, да, вот как бы до раскрытия темы, в какой момент мальчика нужно готовить к тому, что он станет отцом? Это всё-таки вопросы, когда, на самом деле, станет он отцом, не станет он отцом, да, это ещё тоже... И сколько раз станет? И сколько раз станет. Да, я всегда это к вопросу, например, да, как вообще начинать готовить, да, к какой-то там жизни определённой, это вот уже с момента, когда мы начинаем задумываться, да, о том, когда мы готовы уже стать родителями. И вот здесь как раз выходит на первый план, там начинают сразу вопросы, да, я вот хочу мальчика, я хочу девочку, да, и вот какие-то такие моменты, и мы начинаем уже прорисовывать вот такую гендерную коробку, да, складывать по большому счёту, и мы уже с таким выходим, а когда уже там беременность, когда нам ещё пол скажут, да, эта коробка начинает всё наполняться, 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 мы понимаем уже, прорисовываем путь будущий, да, какого-то там папа видит определённую картинку, мама там свою, или опять же там в зависимости от того пола, какой мы ожидаем, да. Да, мы чётко понимаем, да, чем, ну, уже начинаем там фэнтезировать, вот он у меня будет таким, или девочка у меня будет такой, а она может совсем не такой быть, да, и мальчик может быть таким. Да, конечно, но я про то, что всё равно мы сейчас говорим, если про мальчик, который потом рано или поздно станет папой, я правильно ли понимаю, что в процессе он всё равно будет смотреть на своего собственного отца, да? Будет, да, будет, и тут два варианта таких бывают. Ну, основных таких, да, это либо я хочу быть как папа, да, либо я таким как... Что мой папа, да, авторитет. Да, мой папа авторитет и образец для подражания, я, прям он для меня вот та важная фигура, то тот, ну, тот, на кого я равняюсь, да, или наоборот, я никогда не буду таким как папа. От противного, да. От противного, да, и тут вот как раз может возникнуть такая ситуация, когда мальчик начинает избегать отцовства, да, либо он тоже, когда уже даже может стать отцом, он будет всячески как-то устраняться, да. Вот как вот говорят, да, что вроде только женщины одни страдают психологическим бесплодием. Ничего подобного, да. Да, и мальчики, и мужчины. Мы уже сейчас, да, знаем исследования и работаем с этими процессами, когда мальчики на подсознательном уровне, мужчина уже, вот так надо сказать, да, на подсознательном уровне, от противного, я не хочу быть таким же отцом, как мой отец, да, не становятся отцами. И девочки точно так же, например, да, я хочу такого же мужа, как папа, да, и она может не встретить мужчину, да, потому что место папы, например, занято, место мужа занято, да, вот этим папой, которого, тот идеал недостижимый, да, до которого не дотягивается ни один мужчина, да, или, например, она очень начинает, папа, например, хотел, к примеру, мальчика, родилась девочка, там такое разочарование испытал, и девочка начинает, вот опять же, как-то бессознательно, да, достигать, стремиться каких-то вот карьерных, чтобы услышать одобрение похвалу от папы, да, и в это время может страдать её как раз лично жизнь, да, и в том числе её способность стать мамой, например, да, возможность, да. Вот какая интересная фигура отцовства, да. Ну что, давай попробуем сейчас прям по возрастным моментам. Женщина забеременела, и она, ну как бы, да, как, знаешь, она целая вселенная. Вот она вынашивает вот ребёночка, а рядом папа. Вот как отец накладывает, какие отпечатки на жизнь будущего малыша? Вот давай мы прямо с тобой начнём не с момента рождения, а ещё до рождения. Какие особые вехи такие проходим? Ну, то есть там в любом случае мы уже понимаем для себя, очень важно тут папу сориентировать на то, чтобы, вот не важно, какой пол, да, какого пола мы ждём, если мы хотим стать родителями, или мы просто хотим ребёнка, да, определённого, да, реализуя какие-то свои там мечты и так далее. Да, очень важно понимать, что если я хочу стать отцом, то для меня какая разница кто, да, по полу. И тут вот не зацикливаться на каких-то вот этих моментах, когда, ну чтобы потом разочарований не было. Да, есть такие примеры, и у меня уже есть такие вот истории, когда действительно, да, в практике, когда, ну там было с точки зрения мам, да, например, да, что мама хотела, например, она говорила, я только хочу девочку, да, и у неё рождается мальчик, и мальчик начинает потом, и мальчики, и через, получается так, что мальчик рождается и попадает в реанимацию сразу же. Там преждевременные роды, реанимация, и она звонит мне из роддома и плачет, говорит, блин, я поняла, я всё поняла, вот сейчас сама заплачу. Вот, и, собственно говоря, до сих пор столько лет уже прошло, да, и через некоторое время она рождается второго сына. И вот эти мальчики сейчас танцующие, да, оба танцующие. Это опять вот такое подтверждение тому, что вот, ну вот, да, я таким образом хотя бы так я тебе докажу, что вот, ну как бы тоже я не хуже девочки, например, да, и может быть как вариант, да, вот. Вот, или, например, там тоже папа начинает, вот это опять про гендерные эти все установки, стереотипы, которые у нас имеют место быть. Почему? Потому что характер, одежда, увлечения, хобби, какие-то интересы. Даже имена. Имена, они, да, они имеют место быть, и они абсолютно не зависят от пола, да. То есть опять же мы думаем, что, например, там папа не может быть, не может хорошо вести домашнее хозяйство, например, да, он должен зарабатывать деньги. А он начинает, да, он как раз-таки, жизнь показывает, что они сейчас прекрасно с этим справляются. И абсолютно, и девочка, например, наоборот, идет в какие-то экстремальные виды спорта, да, а папа ее видел, например, там балериной какой-нибудь, да, и то же самое вот с мальчишками. Мальчик может там вдруг оказаться, папа там вот уже все, он там какой-нибудь боксер, каратист и так далее, самбист, да, а мальчишка, например, рисует хорошо, или, например, да, или музыкант, или конструирует одежду. Вот у меня есть, да, абсолютно, да, и тут вот очень важно как раз-таки не навредить. Но вот это опять-таки дальше, в дальнейшем про безусловную любовь, да, про возможность дать право выбора ребенку, выбрать свой собственный путь, не травмируя его своими амбициями, видением, да. Абсолютно, да, абсолютно. Вот в этот период, в внутриутробном периоде роль папы какова? Ну, она, так скажем, не такая, может быть, и значительная, но то, что там принято, да, ребенок ведь различают уже и голоса, и мамины, и папины, да, он может как-то уже ориентироваться, даже успокаиваться где-то, да, на какой-то голос там. То есть общение папы, безусловно, в этот период необходимо. А вот мне кажется, вот, знаешь, на самом деле очень большая роль, да, вот в этот период внутриутробного. Потому что, например, даже когда я проживала телесно ориентированно вот эту практику добаюкивания, да, когда вот мама, она как бы дает вот это ощущение всей Вселенной, то папа дает опору маме. Опору, да. И уже, ну, еще пока нерожденному ребенку. То есть, понимаешь, вот присутствие папы в жизни мамы и состояние вот этого спокойствия, защищенности, что все у нас будет хорошо. Мне кажется, это вообще такая базовая, прямо, знаешь, вот базовые кирпичи, которые мы, да, в здоровую психику еще нерожденного ребенка закладываем. Это прямо идеальная картинка, но у нас по факту мы видим огромное количество разводов, да, и 85%, и буквально максимальное количество идет уже на первом году жизни, да, и остаются женщины. Да, не выдерживаем, не выдерживают отношения проверкой вот вновь появившегося ребенка, да? Да, да, ну, то есть, там уже какая-то конкуренция, наверное, еще включается, то есть, да, вот нас было тут двое, мы все жили друг для друга, и особенно это еще так четко прослеживается в каких-то парах, когда у которых долго нет детей, да, и вдруг потом рождается ребенок, казалось бы, все должно быть хорошо, да. Вот ведь оно счастье. Вот оно счастье, и вот как раз-таки здесь кризис наступает, и пары, да, могут опять... Хорошо, но я всегда предлагаю видеть, фокус держать на хорошем, на норме, то, что есть. И очень бы хотелось, чтобы это в ближайшее время как-то эта картинка менялась именно в эту сторону, и об этом надо разговаривать, надо говорить, что действительно, как бы, папа, это тоже точно такой же полноценный, полноправный представитель, как и мама, потому что мы все равно из двух клеточек изначально получаемся, папина и мамина, и 50 на 50, скажем так, да, ну, 100% одних, 100% других в таком, как бы, ключе рассматривать, что мы действительно принимаем решение это вместе, и мы как-то несем за это ответственность. Процесс родов, да, когда ребенка ждут двое, и папа, и мама, и папа готов стать ответственностью, Вот дальше, каким образом дальше вот ребенок растет, и папина значение, папина роль, в чем заключается? Ну, где-то до 8 месяцев, да, все-таки мама там, да, на первый план всегда, опять же, выходит, но маме тоже важно понимать, опять же, эту поддержку, эту защиту, эту опору, это, как это сказать? Ощущение безопасности, то есть самой безопасности, да, вот где-то с 8 месяцев ребенок уже начинает четко выделять, ага, есть такой ещё и папа, он отличается от мамы, он тоже интересная достаточно фигура, и вот здесь, как бы, да, мы начинаем иметь место быть тот момент, когда, например, исследование мира, да, папа — это про исследование мира, и папа у нас больше включается в игровой процесс, вот если наблюдали, да, и наблюдать, как играют папы с детьми, как играют мамы, это прям разница колоссальная, да, мама как-то больше за правильное какое-то, там что, за безопасность, там она что, туда не ходи, тут не трогай, папа разрешает практически всё, да, и вот в этом плане, конечно, детям везёт, тем детям везёт, с кем вот папа как раз-таки проводит это время, и папа в этот момент настолько увлечён, он действительно вот прямо в игре, он весь погружается в этот процесс, это прям самая такая... Точка роста. Точка роста, и это про действие, папа всегда про действие, мама где-то, может быть, про чувства какие-то, это как раз папа про действие, И вот здесь потом где-то уже с 2, ну с 3 лет, да, где-то уже начинается в 2-4 года как раз активное опознание этого мира, активная исследовательская деятельность, и вот как раз-таки тут папа, да, опять, да, выходит на такую важную роль. И здесь очень важно еще с такой точки зрения понимать, вот как у нас начинают, у нас же мамы там моют там детей, да, и вот в 3 года уже четко, например, знать, например, обратить на это внимание хочется, что вот в 3 года уже, например, если там исполнилось ребенку 3 года, да, папа это с мальчиками, да, девочки с девочками, то есть уже достаточно так, что как бы многие просто уходят далеко совсем там, да, и в 10 лет ходят в баню все вместе. То есть это как бы совсем недопустимое. Нарушение границ, да. Нарушение границ, да, папа как раз про вот границы, про волю, про силу, про вот это вот, про энергию, про желание жить, да, про желание жить, то есть если мама дает эту жизнь, да, то папа дает силы жить. Вот это про этот момент. Потом, например, вот в 3-6 лет такой интересный, да, возникает тоже возраст, это вот комплексы дипоэлектры. Давай папа подробнее расскажем про него. Да, когда девочка, например, хочет выйти замуж за папу. И мы это часто слышим, да. И мы это слышим, да, и вот здесь взрослые ведут себя порой, но им смешно становится. Они вроде в игру в такую включаются, ребенка поддерживают, и здесь наоборот надо действовать от противного, то есть здесь папе очень важно опять простроить границы. Четко сказать, что нет, я тебя люблю, я тебя очень люблю, ты умница, красавица, замечательно, но у меня есть жена, да, твоя мама, например. Вот. И ее место никто никогда не займет. Ее не займет, да, то есть и девочки могут пойти дальше, они там, например, такой вопрос задать, для них это еще такой, то есть они, страха смерти какого-то нет, они могут спокойно спросить, например, ну ведь мама же, например, может умереть, и ты тогда на мне все-таки женишься. Да, и тут папа должен опять сказать свое веское слово с точки зрения какой, что здесь, например, я бы, наверное, не хотел столкнуться с такой ситуацией, даже если это произойдет, да, в моей жизни, то... Но ты всегда остаешься моей дочкой. Ты моей дочкой, да, и в свое время ты встретишь просто своего мужчину, своего возраста, которого ты будешь любить, и ты для меня дочь, и я, в принципе, допустим, отгорю ее, и у меня может быть другая женщина, взрослая женщина моего возраста. Вот здесь такой момент, как какой-то вот... Вот тут же включается очень часто, да, в этом периоде, когда дочка начинает конкурировать за любовь папы с мамой, при этом мама превращается в лютого врага номер один, да, и там бьются не на жизнь, а на смерть. Там действительно бывают такие коалиции, да, организовывают, и как мальчики, например, кто-то начинает дружить против мамы или, наоборот, потом против папы, да, и добиваясь каких-то своих историй, да, то есть тут манипуляции уже где-то дети подключают, они понимают, где опять же мы в границе, проверяют наши границы. И очень важно вот это все четко отследить и вовремя пресечь, да, и, например, тоже такой момент. Очень важный, с одной стороны, вот этот комплекс идипоэлектро, очень важно его прожить, с какой точки зрения, что мы здесь как раз-таки ребенку даем понять, он впервые получал свое первое разочарование, да, в общем-то в жизни. И это такая сепарация, да, первая, и пусть это лучше сделают родители, да, те, чем она потом это будет где-то проживать в более позднем возрасте, уже как бы строя какие-то отношения, и для нее это будет уже более болезненно, да, то есть четко тут она должна понимать свою иерархию тоже в семье, да, когда мы, например, понимаем. У каждого есть свое место, да, у каждого есть свое место, да, и в семейной системе, и мама, папа, это вот они, вот это пара, да, а все остальные это там уже, да. Приложение к этой паре. Приложение, временное приложение к этой паре вырастает, да, да, и важно строить свою собственную жизнь, свои собственные отношения, и очень важно как раз-таки здесь даже закладывать именно такой, опять же, в позитивном ключе, что у тебя обязательно будет свой мужчина, любимый мужчина, который будет тебя любить, это будет твой муж, то есть мы как раз-таки настраиваем, да, вот здесь, потому что очень мало мы также об этом можем и даже говорить порой, да, что у нас, вот. Потом в 5-9 лет, например, период, да, какой, да, наверное. Что в этом возрасте? А вообще вот я даже в 3-6 лет уже там какие-то тут очень важно еще такого, знаете, я всегда говорю папам, учитесь делать комплименты, да, дарить подарки своим дочкам, там, комплименты жене своей, да, то есть если вы до этого не делали, то есть у вас сейчас такой благоприятный период начать это делать, наконец-таки научиться, да, чтобы, потому что девочка, папа в любом случае для нее первая такая фигура, первая любовь мужская, да, и вот она будет опять смотреть и обращать внимание на это, да, как он себя ведет по отношению к маме, как мама ведет по отношению к папе, и тут такие вот, да. А для мальчиков важна похвала, одобрение, там, его поддержка, его на какой-то такой, на успех, на то, что он молодец, он справится. И очень важно всегда подчеркивать, да, ну, даже если там где-то какие-то, может быть, ожидания не оправдались, но все-таки начинать уже с любого возраста, гордиться тем, что у меня дочь, гордиться тем, что у меня сын, да, и всячески это подчеркивать и как-то говорить, разговаривать. И вот эти вот, мальчикам не столько комплименты важны, сколько одобрение каких-то поступков, наверное, и поддержка, безусловно, да, девочки, ну, девочки тоже, но и комплименты в том числе очень нужны, и какие-то вот эти вещи. Да, в 5-9 лет уже такая идет, ребенок понимает, видит, начинает формировать свое собственное мнение. И здесь, опять же, они смотрят, да, что же происходит в семье, как, например, на одну и ту же ситуацию мама с папой смотрят по-разному, да, и как они приходят к какому-то общему знаменателю, может быть, не приходят. И вот здесь мы можем опять, да, понимать, умеют ли родители договариваться, да, и как они это делают. То есть ребенок опять учится, насколько это вообще вот на одну и ту же там, допустим, ситуацию он может видеть разные точки зрения. Это опять очень... А папа говорит, да, ничего, прорвемся, да, разберемся. Вот, да, и это тоже такой момент интересный, любопытный, то есть тут очень важно это тоже учитывать. Да. Потом подростковый период, да, самый важный период. Там еще в школу, когда ребенок уже идет, да, где-то тут с семи до подросткового возраста, там начинают как раз выходить на первый план учеба, как раз-таки наши какие-то увлечения, интересы, вот, где есть возможность проявиться талантом ребенку, да. И папа в этот момент очень активно включаться в процесс, потому что вот за успех в обществе, за нашу самореализацию, наш успех, успешность какую-то, как раз-таки отвечает папа. Да, и вот здесь очень важно именно любому ребенку одобрение папина, да, одобрение, поддержка, похвала, гордость какая-то, вот опять же, да, восхищение, что ты молодец, ты справишься, у тебя все получится, или там, ну, или наоборот бывают ситуации, да, вот ты там подкачал, да, подвел, я так наделся, так рассчитывал, а ты вот оказался таким слабаком. Ну, кстати, вот папа, он в любом случае становится авторитетом, да, в этот период? Да, в этот период папа уже прямо авторитет, авторитет, и даже вот здесь, особенно для мальчиков, уже с этого периода, мне кажется, как раз-таки уже мама вообще как-то потихоньку сходит на нет, и он уже на всю оставшуюся жизнь папа, прям тот ориентир, когда и девочка будет искать какого-то потом одобрения, да, от папы, вот, ожидания какой-то похвалы, так же, как и мальчик будет каких-то достигать каких-то вещей, либо наоборот не достигать, да, вот, и опять же для него очень важно, вот, опять мнение, где-то он в голове для себя держит, вот так, даже, может быть, этого не понимая сам, он все время что-то делает, а на самом деле старается, да, доказать, что я могу. Ну, мы помним, что мама чаще всего любит, безусловно, а папа любит за что-то. Да. Да, то есть, как бы, ты покажи мне результаты. За результаты, да. И я буду тобой гордиться, да. И это, в принципе, ну, как бы нормальная такая ситуация, мы не обвиняем здесь в этом отцов ни в коем случае, потому что папа, это опять-таки про границу, это про силу воли, это про то, что давайте докажи, что ты имеешь право на эту жизнь, да, я рядом. Ну, я рядом, да, вот очень важно, что, да, я всегда рядом, я всегда поддержу. Тут очень важно как раз-таки услышать вот это вот, ребёнку знать, что его услышат. Даже когда вырастают наши дети, да, папина роль на этом не заканчивается. Что для взрослого человека отец? Это, наверное, какая-то половая идентификация, да, то есть я женщина, я красивая, я успешная, я замечательная, чудесная. И если это она слышала вообще в своей жизни от папы, она действительно таковой себя и ощущает. И мальчик точно так же, да, и точно так же мужчина, я мужчина, я могу, я даже вот то, что надо... Есть такая игра трансформационная, да, папа «Скрытые ресурсы». И там три основные направления, да, и каковы ресурсы, какова роль папы. Это социум, да, моя самореализация, насколько я успешен, насколько я реализован, насколько я занимаюсь тем любимым делом, вот, любимым ли делом я занимаюсь вообще. Да, это денежная сфера, да, то есть это возможность зарабатывать деньги или наоборот, когда там наступают какие-то переломные, кризисные моменты, насколько я могу выйти из них быстро. Да, и опять достичь тех высот, тех результатов, да. И вот в этой игре как раз исследуется тема отца и влияние, да, отца на твою собственную жизнь. Да, и, конечно, тема, это тема отношений, да, то есть вот это те моменты, какие, на какие основные, вот, опять же, да, влияет наш папа. То есть если мама там, опять же, за какую-то чувственную сторону, да, наши эмоции, то папа это как раз-таки вот за отношения, какого партнера я выбираю, да, либо не выбираю, по какой причине я это не делаю. То есть можно через игру поисследовать, да, очень так безопасно, да, вот эту всю тему. Да. Отлично, спасибо большое. У нас заканчивается время. Очень жаль, хотя можно про эту тему, про роль отца в жизни ребёнка говорить много и много. Читайте книги, смотрите фильмы. И, конечно же, слушайте увлекательно интересные программы. Это была программа практической психологии. Сегодня вместе с педагогом-сексологом Ириной Макиной мы говорили про роль отца в жизни ребёнка. Ирина, спасибо вам большое за интересную информацию. Всем любви, счастья и крепкого здоровья.